здесь высокая денежная энергетика нам завтрак обошелся ты можешь вот то количество времени опыта обратно что я не хочу гулять ребят это два своих кругу реально три раза заказывал три раза курьер не мог просто не доставить круто все фотографии уже везде повыкладывали родственники уже все знают все как бы все друзья позавидовали а жить то тут как-то дальше как богатство понты роскошь тусовки эскортницы и никакого благоустройства это все про москва-сити этот квартал стал мирилом и символом успешного успеха там стремятся арендовать офис крупные компании мелкие крипто миллионеры там живут блогеры и инфо цыгане там одни из самых дорогих ресторанов и элитных ночных клубов при этом москва-сити абсолютно неуютный неудобный квартал без какой-либо там нормальной инфраструктуры для жизни а теперь туда еще и прилетают дроны мы провели в москва-сити несколько дней пообщались с жителями апартаментов и теми кто снимает офисы в башне мы узнали как им там живется и работает а главное что их там всех привлекает сколько стоит квартира в москва-сити квартира 100 квадратных метров именно этот 120 квадратов обойдется в 75 миллионов рублей это моя квартира москва-сити и вот это вот телескоп который мне подарили на первом канале наша компания сделала оборот более 50 миллионов рублей я снял сам 19 лет две полтора года назад поставил цель а чистая прибыль превысила 13 миллионов рублей опять москва-сити опять миллионер я обязан переехать в сити покопил деньги с обеда этот вид очень сильно нравится даже больше чем вид прямо на саму москву друзья думаю вы хоть раз покупали что-нибудь в интернет-магазине ну или на маркетплейсе со стороны пользователя все выглядит просто выбираем товар нажимаем на кнопочку купить заполняем данные и готова дальше нам приходит уведомление об оплате и доставки но за интерфейсом интернет-магазина или маркетплейса скрывается огромное количество процессов которые завязаны на бухгалтерской платформе 1с ее используют не только в электронной коммерции но и во многих других областях к примеру с ней работает камаз издательство эксмо газпром нефть яндекс доставка медицинские образовательные учреждения это разные бизнесы с разными вводными данными чтобы все корректно работало нужен 1с программист который автоматизирует бизнес-процессы под конкретную компанию попробовать себя в этой специальности понять подходит ли она вам можно на бесплатном курсе 1с программист первые шаги в профессию от образовательной платформы нетология на бесплатном курсе вы сможете познакомиться с языком разработки 1с его ключевыми инструментами создать свое первое приложение для учета финансов с нуля разобраться в задачах специалиста и карьерных перспективах а также получить гайд по развитию карьеры в 1с программировании нетология обучает онлайн уже 12 лет команда следит за трендами на рынке чтобы совмещать их со своими методиками и вовремя обновлять программы если вы хотите попробовать себя в 1с программирование то переходите по ссылке в описании к этому ролику или сканируйте qr-код на экране и регистрируйтесь на бесплатный курс нетологии а по промокоду варламов вы получите скидку 45 процентов на платные курсы идея делового квартала с небоскребами у чиновников москвы родилась еще в начале 90-х тогда хотеть как в америке был еще не зазорно да и тем более особо пример было брать несколько потому что шанхай и дубай еще не успели обрасти своими небоскребами ну а про сингапур мало кто знал оценить московский манхэттен с точки зрения удобства мы попросили урбаниста александра усольцева мы хотим как там но мы это повторяем без без какой-то просчета как это будет работать на нашей почве и самое главное просто не понимание в некоторых деталях вообще зачем мы это повторяем просто хотим чтобы выглядело точно так же как условные америке насколько вообще правильно совмещать бизнес-центр и жилье насколько это комфортно для людей концепция конечно же что что вот совмещаем и тут вы можете прям на лифте на работу ездить она этой концепции болели и в двадцатых годах но надо понимать что даже в двадцатых годах когда делали казалось бы в бедные времена когда делали там вы относились к в конструктивизме к зданиям как чисто как фабрика для жилья то был жилой корпус и отдельно обычно какой-нибудь галерейкой соединенной проходом там например корпус общественный первый небоскреб был заложен в 1996 году строили его к новому тысячелетию поэтому название было соответствующая башня в 2000 сдали его правда в 2001 году но 30-этажное стеклянное здание сразу же стало символом богатства тогда воспринималось что о какой огромный бизнес-центр стеклянный новый когда сдали его в 2001 году здесь и в этом офисном комплексе и на мосту постоянно снимали либо рекламу либо клипы модные например там той же самой натальи ветлицкой где там красиво все на травола тарах с видами на реку даже фильм не родись красивой где офис зима-лето ну чтобы показать самый крутой офис москвы вот снимали крутящиеся двери при входе в башню 2000 башня 2000 кстати так и осталось единственный на правом берегу москва реки потому что все остальные башни сити возводили уже на левом берегу изначально квартал планировался на сто процентов деловым там не должно было быть никакого жилья и так далее но планировали сделать общественные пространства но в итоге победила баблишка сейчас москва сити возведено уже 12 башен в 8 из них есть апартаменты живут там политики чиновники известные артисты и по слухам даже семья ваша раса довладеет там несколькими апартаментами а еще в сити обожают селиться все кто любит выпячивать внешние атрибуты успеха это блогеры инфо цыгане различные кучи и всякие наставники и крипто инвесторы всем привет ребята меня зовут настя добро пожаловать в мои апартаменты настя предприниматель ее основной доход бренд нижнего белья и домашней одежды а снега в них пор она еще блогер и консультант по словам насти она искала в сити апартаменты с авторским дизайном и панорамными окнами чтобы и собой было красиво и учеников впечатлять если ты живешь москва сити и приглашаешь к себе ребят которые у тебя купили твой опыт и твое обучение они будут поражены в десятки раз больше любой студии которые человек мог бы снять в сити наверное самая большая концентрация инфо цыган блогеров и различных наставников любой тикток хаус бы обзавидовался всем привет меня зовут карина и это мои апартаменты сити мой а-ля рабочий стол за которым конечно же я не работаю есть всякие штучки кстати подарок это ванклиф мне мужчина подарил карине 22 года у нее уже есть своя квартира в москве за 18 миллионов и сейчас там доделывают ремонт за 12 миллионов а пока она снимает небольшие апартаменты в самой блогерской башни квартала него за 170 тысяч рублей в месяц зарабатывает карина на курсах для женщин маткой дышать учениц она не заставляет но уверяет что женская энергия просыпается я достойна от того что мне там мужчины устраивают салюты у меня кстати вот салют двое раз даже уже устраивали первый раз когда там с мужчиной мы поцеловались впервые под салют вот когда он тебя дарит из агент провокатор белье за 130 тысяч к этому тебе полторы тысячи рост дарит чтобы признаться в любви и вот ну моя программа на то что я достойна таких проявлений от мужчинам настраиваешь себя на то состояние что да я достойна да я достойна таких проявлений даже если мы с мужчиной ни разу не виделись это вот получается браслет кулончик и сережки и я просто вообще без какой-либо задней мысли там что-то не так я просто скидываю все эти ссылки он говорит ладно как бы я ну я знала что объективно стоит хороших денег но не знала сколько оказывается это все 15 тысяч долларов стоит то есть на данный момент это ну плюс-минус полтора миллиона может даже чуть побольше ну то есть мужчина просто перед встречи перед первой встречей решил вот так вот проявиться о своих курсах карина рассказывает конечно в блоге ну и там же делятся успехами в проявлении женственности проще говоря рассказывает как тратит деньги в сети я недавно выложила рилс сколько отрачивал в день сумма вышла 178 тысяч этот ролик у меня залетел на почти 2 миллиона пришло мне с него около 6 тысяч новой аудитории и репостов ну сейчас наверное нужно посмотреть но там последний раз когда я смотрела было более 60 тысяч репостов официально в москва-сити сейчас построено 1200 апартаментов но на самом деле гораздо больше дело в том что некоторые инвесторы скупают большие площади чтобы разделить их на маленькие комнатушки продавать как отдельное жилье по сути как отельный номер но при этом с кухней то здесь можно жить прямо даже евгений назаров называет себя инвестором кроме своего блога он успел засветиться в передаче давай поженимся где его представляли долларовым миллионером конечно же из москва-сити евгений владелец инвестиционного фонда долларовый миллионер имеет в собственности апартаменты в элитном жилом комплексе москва-сити усадьбу в подмосковье недвижимость за рубежом сити евгений больше не живет у него здесь бизнес в начале 22 года он выкупил 500 квадратных метров башни ока чтобы построить небольшие апартаменты когда началась ситуация свотом до мобилизации многие в панике там куда-то поехали там покупали в дубае там на бали в турции знаешь там в этих всех местах я тоже эти все рынки хорошо знаю мы с командой анализируем но я например на бали брал за копейки когда была пандемия до частом цены очень перегреты как и дубай как и турции той и остальные вот а мы наоборот здесь когда народ паниковал скупили здесь за копейки у тех кто как раз и переживал кто-то паниковал только на то чтобы согласовать все работы потребовалось полгода личные знакомства и много денег 3 миллиона пожарный просто проект поддел пожарные все системы очень сложные то есть тут цифры очень расходы большие плюс что еще тут из сложного но основной вот эта инженерка и согласование каждый вот этот каждый сантиметр вот этой инженерки да пожарка вентиляция электрика и прочее на согласовывать и они иногда и согласуют в месяц там или два если минимальный размер апартаментов от застройщика составляет 50 квадратных метров то у евгения есть жилье даже на 11 квадратных метров кухня шкаф полноценный шкаф для верхней одежды для обуви кухня мойка варочная холодильник и сочи есть кровать полуторную и вот здесь где-то стыше обеденная зона стоит такая клетушка 10 миллионов и она уже продана по слову евгения часто людям вообще не важен размер или комфорт лишь бы это был сити поэтому для людей некоторых там даже не так важно там какой площади просто что вот у меня есть аппарат сити я же даже думал ну не в этой башне потому что здесь очень сложное согласование но в других но это так и просто это это так и для юмора сделать капсулы капсуле отеля знаешь как это продавать капсулы человек мог купить там за пару лимонов искать там девчонки у меня там квартира в сити значит аппарат сейчас очень много площадей здесь разделили на маленькие вот как раз вот тем кому нужно вот у меня офис сити но это просто будет какая-то комнатка я сниму просто это вот пыль в глаза пустить и себя на визитке указать что мы в сити работаем бизнес-кругах это все еще как-то почитал это в бизнес-кругах насколько это круто считается ну наверно круто все-таки когда свой офис построили вот это круто да а когда в сити но уже не сказать что это какой-то прям прям огромный понт то есть это скорее ну в сити и в сити покупает такие апартаменты обычно под сдачу арендует их для командировок ради вида из окна ну или чтобы записать видос о продаже курса или какого-нибудь марафона желаний я слышала как многие люди действительно специально арендуют себе машины специально арендуют квартиры в сити на какой-то там маленький срок причем даже не один человек а несколько и просто действительно ради контента снимают те или иные вещи для того чтобы продавать свои курсы такое есть да для того чтобы произвести картинку успешный успех конечно нужно показывать свою квартиру то что ты там живешь то как ты просыпаешься то на какой машине ты ездишь то на каком такси ты ездишь что ты заказываешь деньги машины и вот все там духе но безусловно потому что на самом деле бренды вот бренды бренды безусловно бренды потому что люди они же но апеллируют такими вещами как действительно бренды и машины и часы rolex и карте и так далее конечно это очень сильно подкупает самые-самые мошенники в том числе я не говорю что только мошенники но в том числе находятся здесь как вам напускать пыль в глаза вам нужно создать картинку да что для этого нужно ну поехать в самую дорогую локацию офисную снять для себя офис на один час поставить стулья можно позвать какую-нибудь девочку с формами и создать такой антураж дальше вам дать договор сказать зб стоп все безопасно и подписать его с вами забрать деньги и соскамиться вот это сити ярослав занимается недвижимостью когда-то сам он жил в сити но быстро сбежал сейчас он арендует рабочие места в каворкинге в одной из башен просто потому что этого требует бизнес если у вас назначена какая-то встреча то люди со всего города и если они гости столицы с удовольствием привет посетят эту инфраструктуру пофотографируются покайфуют ну и проведут с тобой переговор все-таки это бизнес инфраструктура имеет фалосообразную форму и пока федерация стоит как говорит мой учитель сергей юрьевич полонский бизнес в россии живет поэтому мы не можем быть вдали от финансовых инструментов финансовой жизни мы должны быть в гуще этого если хотим чтобы часть этих финансов оказалась нашей компании за статус бренд и тусовку приходится расплачиваться комфортом ни одного удобного офиса по словам ярослава в сити он не нашел я снимал офис для своей компании практически во всех башнях город столиц это ужасная самая ужасная башня я оттуда сбежал там пробки вот есть пробки в москве а есть пробки на лифт они еще хуже если ты до сити может добираться 40 там 30 минут и это нормально то ты можешь пробки на лифт простоять в городе столиц те же самые 30-40 минут еще одна проблема сити это навигация если ты едешь на метро важно не ошибиться со станцией и выходом потом еще надо найти нужную башню и вход в нее здесь несколько входов и часто когда ты объясняешь человек как сюда попасть он может войти не с того входа и ты ему долго объясняешь что что к нам нужно попасть через минус 1 даже пишет тексте и он все равно не понимает и ему потом пишешь уже словами то что спустись на минус 1 и пройди к нам через рецепшн а еще есть на первом этаже три входа разные части но и люди путаются но некоторые плюсы в сити ярослав все же нашел но ты говорил в своем видео что все таки есть плюсы жизни в сити это красивые соседки это красивые соседки красивые соседки это большой плюс если вы одинокий мужчина и хотите приключений приезжайте жить в сити здесь есть красивые соседки это действительно так здесь даже сотрудницы которые приходят сюда работать они хотят не хотят из-за такой конкуренции тоже становятся красивыми больше косметики на лицо наносят одежду более дорогую покупают и сексуальную а вы куда такие нарядные красивые а мы кататься на машине снимаем передачу при сити да слушайте класс главное не сильно катать я как председатель коллеги адвокатов вам скажу что все это очень опасно давайте выходим так если вдруг вам нужна будет какая-то юридическая турифицированная вот видите как здесь люди знакомятся и связи получаются о том что в сити легко знакомиться говорят все наши герои но не все знакомства тут бесплатные например можно случайно нарваться на эскортницу стояла ждала лифта уже познакомилась привет привет познакомимся мне такая печатка эскортниц в сити конечно не так много как блогеров и различных коучей но тоже хватает правда они идут в основном по работе полина пожила тут некоторое время но дом в итоге оказался слишком публичным когда только него открылась там очень красиво апартаменты такие что классно мне понравилось но вот жить все время в этом это как будто бы маленький такой муравейник без окон без дверей потому что заходишь на площадку везде это охрана пафосные люди хотя то что я там придет к ним отношусь но просто мне почему-то было некомфортно как будто хотелось так немножечко спрятаться шикарная квартира или авторский дизайн это конечно не то что мужчинам нужно от эскортниц но по словам полины иногда квартира в сити добавляла огня но были и сложности например из-за пропускной системы в любую башню можно попасть только по карточке гостя или в сопровождении резидента сити нужно было выписывать пропуска либо ходить встречать как-то все это у всех на виду мне кажется что многие мужчины не сильно хотели бы вот так вот приходить и свисеться здесь но большой плюс конечно вот то что здесь уже живут какие-то люди не можно просто гости прийти основные клиенты здесь это бизнесмены иностранцев командировки молодые блогеры он открывает дверь такая шапочка этот привет а тебе хотя бы 18 есть и куда и всю встречу в он рассказывал о том как он развивает свой тогда был твич закрыли твич вот как он делал какой он крутой как бы какие они там видосы делали москва-сити обитают еще и чиновники но по словам полины это не ее контингент они все хотят чтобы над ними доминировали вот а я такой не практикую они просто такие что кива важные вами кстати если такая вечеринка проходит по соседству с вами в отличие от обычного жкап сити жаловаться на шум и вызывать полицию просто бесполезно в сити это все апартамент то есть им не положены там не детские площадки не социалка в районе но это ладно вам не надо но на апартаменты не распространяются например закон о тишине то есть если вот вы живете в апартаментах у вас за стеной могут устроить дискотеку вот легко и как бы вы не можете даже пожаловаться и чисто юридически попросить что там не шумели после 23 могут у вас устроить там я не знаю магазин по продаже строительного оборудования где будут там шуметь или зубоврачебный кабинет или просто даже в этих же апартаментах как что тоже нередкая история в сити что сдаются апартаменты посуточно то есть просто мы там устраиваем вечеринки здесь вечером с пятницы по воскресенье херачил саксофонист и это просто продолжалось до бесконечности он мог до пяти утра играть собирать себе донаты мешать нам спать да он мог до трех часов ночи я мог заснуть под музыку проснуться под музыку мог заснуть без музыки но проснуться от музыки как обитатель москва сити любит пускать пыль в глаза так и сам деловой центр пытается казаться лучше чем он есть на самом деле издалека вроде смотришь так все красиво даже так вот как что-то напоминает нью-йорк а приближаешься все сделано ну вот как в небоскребах китая когда тут где-то за пеной запенили тут плитка отваливается тут даже не плитка какой-то вентфасад такой вот какой-то вот дешевенький сделан и смотришь издалека вроде ничего заходишь в холл подходишь поближе там но как то что казалось камнем на самом деле печать и вот так вот во всем чем экономили так это вот как раз на комфорте и в жизни внутри и отделочных материалов соответственно это все ну вопрос как все будет выглядеть через лет там даже 15 тем более с таким условием что еще и принимая внимание что очень много людей сюда приезжают и селятся здесь понимают через год что ну да вроде вот круто все фотографии уже везде повыкладывали родственники уже все знают все как бы все друзья позавидовали а жить то тут как-то дальше как так изначально район планировался как деловой никакой инфраструктуры для комфортного жилья предусмотрено не было вдобавок территорию раздали нескольким застройщикам между которыми нет согласованности в итоге в москва сити неудобно ни приходить не приезжать подъезд например должен был быть к одному зданию это здание не построили построили другое и в результате даже транспортники их даже можно даже сложно их видеть в чем-то в каком-то недоработках потому что у них каждый год что-то меняется каждый год что-то новое и в результате здесь ну городятся развязки уже выше выше и выше и пробки скоро будут не только горизонтально вертикально до небес если ты приходишь с набережной или с моста то тебе нужно сначала подняться по такой помпезной красивой лестнице потом спуститься уже по узкой лестнице если вам надо в офис или в торговый центр вот такая вот очень удобная среда причем лестнице таким довольно крутые и высокие мы выходим просто вот из условного подъезда и сразу же попадаем либо в толпу либо на дорогу то есть среда ну комфортная среда она прежде всего безопасная то есть ты не должен там где-то споткнуться у тебя машина не должна задавить и самое главное комфортная среда должна быть ну безопасно для здоровья в плане там шума что пыли нет чего здесь конечно ну не соблюдается то есть тут ребенка одного например здесь даже просто если это вот пятилетнего ребенка вот кто-то сможет оставить одного нет никто это даже за за руку будет все время ходить и там аккуратно сюда аккуратно туда комфорт жизни в хорошем районе даже сейчас современных жк позиционируют бизнес-класса что вот выходите у вас все рядом свод вы взяли там сидите на лавочке здесь такой это и нет истории в том пределах что-то можно сделать плюс сидеть негде ты можешь сесть с утра посмотреть на пробку отсюда удобно выезжать на машине возможно если нет пробок а поскольку всем удобно и всем вот вот всем который кто здесь на работу ездит в идеале удобно на машине ездить что понятно что здесь в час пик отсюда ты будешь выезжать просто очень мучительно зато подземные парковки в башнях еще одно популярное место для фото и видеосъемок у нас кстати может быть самая популярная парковка в москве для шоурумов здесь постоянно снимают какие-то шоурумы видео рилсы мы здесь тоже снимали с подругой рилс с моей машиной и там короче был такой сюжет что там привязываешь веревочку я ее так тащу потом что-то выбрасываю мы хотели так показать цвет машины что она розовая и веревочка попала под колесо и вырвала решетку у меня теперь там я уже убрала штуку но я сломала новую машину записывая рилс мы попросили настю покатать нас на своем розовом porsche чтобы оценить удобство выезда с парковки и заезда туда выезд классный широкий никаких проблем нет обратно очень-очень узко и постоянно покоцаны стены люди постоянно коцают свои машины и вот такая вот узкая дорожка я с вами разговаривать не буду пока я тут спускаюсь и таких три этажа в моем случае те у кого нет гостевого пропуска обычно оставляют автомобили на парковке афимола настя в этот торговый центр обычно ходит пешком но для нас она согласилась провести тест-драйв местной парковки вот такие узкие что не получается 3 машинки здесь они так рассчитывают чтобы вроде бы как будто бы три машинки 3 парковочных места на самом деле двери открыть могут только две заехать можно но выйти сложно мне честно и очень непонятно что делать но пока просто оплатили въезд на парковку и едем по ней 300 рублей за то что мы не смогли поставить машину нет такого большого парковочного пространства здесь все какие-то закуточки и наверное есть очень много людей если не каждый второй кто хоть раз свою машину в прямоле терял ее потом полчаса не мог найти потому что там нужно еще на нужный лифт прийти почему это так организованно но вот видимо потому что строителям надо было срочно это делать и просто было удобно и надстроить именно так мы там с друзьями когда оставляем автомобиль не всегда его получается найти быстро то есть там это все похоже на какой-то лабиринт и ты вот каждый раз когда оставил автомобиль за ним возвращаешься проходишь квест найди мой автомобиль возможно вы думаете что проще воспользоваться такси чем мучиться с заездом и выездом но только не в москва-сити здесь нет нормального места для высадки посадки пассажиров у таксистов есть только 15 минут чтобы вас забрать если вы где-то задерживаетесь ну или будет например затор на выезде им придется заплатить деньги по факту даже нет места где остановиться для высадки посадки тех же самых такси вплоть до того что некоторые таксисты даже ну либо отказываются там сюда ехать либо просят отменить заказ потому что здесь еще камеры стоят очень хитроумные и некоторых участках и конечно все таксисты уверены что специально что до них зарабатывать но просто сделано чтобы вот этого коллапса по крайней мере на набережной не было многие таксисты уже они приноровились они открывают багажнике кто-то закрывает номера кто стоит все это время на возле машины чтобы контролировать но когда меня подруга забирала из дома она прям очень злилась потому что у нее какая-то во-первых яркая машина красная бмв и два раза сколько она ко мне приезжала два раз ее постоянно на штрафы поймали то что она стояла хотя бы стояла реально минуту то есть немного а штраф сколько 5000 у кого-то не справлялись нервы он уезжал кто-то потом меня просил пожалуйста оплатить вот этот вот штраф который он получил виде просроченного времени допустимой нормы короче это вот этот прям проблема была реальная проблема у них у таксистов здесь нет никаких привилегий они обычные автолюбители и их понять можно они не хотят там каких дополнительных затрат связанными с тем что находятся здесь едут за клиентом часто вообще отказываются от этой точки от этой локации ну просто не берут поэтому иногда здесь такси можно ждать 20 минут из-за этой спешки у въезда на территорию сити совершенно безумное движение опасаясь штрафа за превышение лимита времени таксисты плюют на превышение скорости короче самая беда вот если хотите ее посмотреть то можете постоять на этом перекрестке плюс минус 5-10 минут это будет больше чем достаточно вы увидите как люди ругаются матом друг на друга как люди сбивают на машинах других людей как у людей не справляются нервы и они начинают там я не знаю биться в друг друга сигналить друг другу это самая самая вот такая прям жесть я ходила поэтому ужасному пешеходному переходу первое время но там настолько плохо что я научилась ходить здесь здесь пока все переходят и ни с кем ничего не случилось и это невозможно естественно при таких условиях среди башен невозможно гулять с ребенком во первых это неудобно и опасно а во вторых гулять просто негде на улице нет ни скверов не детских площадок да и многие из местных признаются что жизнь с детьми москва-сити не стали вы вот именно с ребенком наверное все-таки нет почему здесь есть площадка на четвертом этаже но как будто бы сити это больше молодежная история где ты таком немножко другом вайбе не семейным ну конечно кто здесь будет семью заводить колясками тут ходить нет это же просто вот движ париж там все дела но жизнь сити она же для определенного этапа времени твоего для определенного этапа жизни когда у тебя большая ценность на социальный капитал когда тебе хочется общаться с людьми в основном здесь основная ценность люди также будет не всегда когда ты переходишь на семейные больше такой этапы что-то с детками уже у тебя для детей здесь вообще я считаю это очень странный выбор места лиза в социальных сетях называет себя продюсером наставником и мамой с деньгами они решились поселиться в сети с двумя маленькими детьми это помогает в работе и развитии блога блогер это люди которые показывают свой образ жизни да то есть проживают яркую жизнь которая недоступна большинству людей и они создают контент который развлекает девяносто там девять с половиной процентов населения конечно хочется жить в красивом месте хочется жить то месте где это все этому способствует есть и операторы и там релсмейкеры и другие блогеры но как будто бы где еще вот я даже не знаю других мест единственное место для прогулок с детьми в сети это площадка на четвертом этаже башни нева да да не огороженный двор на улице а небольшое открытое пространство на территории небоскреба здесь есть бассейн какая-никакая зелень и не ландшафтный дизайн правда казалось что он небезопасен для детей когда мы заехали думали боже мой если ребенок упадет наш ребенок сюда упал реально это случилось она такая зашатал зашаталась упала ну все мы тут же выловили все в порядке ну если бы не заметили как-то мы рядом были мы вот тут сидели с друзьями она свалилась и все мы тут же ее вытащили она тебя не заменит парка леса знаешь как будто бы не в каждом московском дворе есть даже вот вот это но я по крайней мере не в каждом московском дворе помню чтобы какая-то там черная смородина знаешь росла ну вот создали что могли я думаю так это обычно выезжают детишки на такие знаете электромашинах гелендваген и бентли а это конечно такой детский тяжелый люкс обмениваются своими машинками аспирическими возвращаются с чем-то чужим вот я где наш вертолетик а он уже ушел уплыл вот но через пару дней все как-то обратно возвращается есть тут и небольшая детская площадка а я вам много показывал своих роликах из разных стран как должна выглядеть хорошая детская площадка это точно не просите здесь даже нет мягкого покрытия допустим до этого второго этажа дочь твоя решила шагнуть тогда и упала голову она получила свой опыт да во первых во вторых с ней гуляет няня но она там частенько забирается и сама слушай а в твоем детстве все было вот такое бархатное плюшевое мягкое у меня вообще во дворе стояли качели соответственно у меня были как и смотри вот я поняла почему триггерит сити потому что как бы это дорого и тут должно быть все идеально нет этого ощущения что я плачу там не знаю там 200 плюс тысяч рублей за квартиру и должна взять максимум от этого жилого комплекса в смысле углы в смысле там твердая поверхность да как будто бы но она есть как она комфортная она кого классная площадка оборудованы прикольные дети прикольные родители пожалуйста хочу поплавать там в бассейне купила абонемент плаваю беру свою дочь вот загораю лежу тут провожу какие-то встречи уроки вебинары вот тут решаются большие вопросы ребята я открываю продажи на свой курс это здесь мы все здесь это делаем это происходит здесь это очень часто открытие продаж на фоне этих башен я вижу и сюда как бы улыбаюсь радуюсь если вы решили спуститься с коляской вниз ну например в кафе или торговый центр вас помимо тяжелых дверей по дороге и безумных таксистов будет ждать еще и сумасшедший ветер между башнями на веса прохладнее и такой неприятный ветер вот летом этого нет вопрос как бы ты зимой тут с коляской ой да не так я бы я бы здесь не как зимой с коляской а вы просто здесь не было бы зимой с коляской честно опытимся обратно что я не хочу гулять ребят холмистая местности никуда ты ее отсюда уже не уберешь здесь летом так зимой так осенью весной так и по-другому здесь уже быть не может но я видел как с коляской идет женщина ветер ее начинает заносить и она улетает просто улетает бедный ребенок я испугался вдобавок ветер разрусь по территории мусор со строя которые тут просто не прекращаются времени самая дорогая локация самое чистое и ты можешь увидеть здесь даже мусор тебе в лицо летит так классно они здесь убираются вы сейчас скажете или опять ты ищешь только одни минусы плюсы тут конечно тоже есть опять же кому-то важны скамеечки на улице а кого-то и красивый лифт радует красивый конечно качество сервиса в москва-сити на порядок выше чем большинстве управляющих компаний москвы здесь он например не придется весь день дождаться сантехника если прорвала трубу или засорилась раковина по любому вопросу можно обратиться управляющую компанию через приложение были бы деньги я сюда захожу могу прямо показать здесь есть технические услуги вот перехожу и выбираю аварийные технические услуги платные гарантийный случай тут же я заказываю все пропуска прием посылок клининг могу заказать могу забронировать кинотеатр который нас есть на первом этаже и на компанию друзей просто заказать такой частный классный кинотеатр если вам что-то нужно поменять то 3000 час то есть у у них рабочий работа измеряется по времени 3000 час и самое ключевое то что часто проблема в сети это как раз таки что дверь захлапывается и ты забываешь ключи вот и здесь есть реально люди ты просто оставляешь заявку в приложении тебе приходит взломщик вот так вот проводят какой-то карточкой и дверь открывается но я так стабильно наверное раз в месяц забываю 2 500 стоит такая услуга но при этом в москва-сити как и по всему городу летом на несколько дней могут отключить горячую воду у лизы это совпало с родами которые проходили дома и мы рожали в бассейне и у меня муж бегал вот так с горячими кастрюлями наливала воду в бассейн это все грел нас такая была палка с тремя кипятильниками нас весь чат не выражал что типа вот оно элитное жилье в такие три кипятильника висят а здесь есть такая проблема действительно у кого-то нет бойлеров а здесь практически ни у кого нет бойлеров чтобы ты поняла реально и за 350 практически ни у кого нет бойлеров ходит мыться в крокус спортзал в душ я у себя девочек подружек принимала да правда не ставят говорят как бы ну это всего лишь две недели потому что большой спрос квартира в сити как бы снимут снимут и так еще одна особенность сити как вы понимаете небоскреба что в небоскребах в небоскребах не открываются окна на это есть на самом деле много разных причин сейчас не будем вдаваться в подробности ночи в обычном сегодняшнем современном небоскребе и в россии где бы то ни было окошко вы не откроете посмотрите вниз у вас возникает желание открыть окно просто взгляните то есть людей еле еле видно машины вот такого размера но все же немного глотнуть свежего воздуха с москва реки и кутузовского проспекта можно между окнами стоит такая колонна которая сейчас меня муж поправит то ли нам загоняет воздух то ли наоборот забирает она вытягивает обратно воздух а поступает он вот оттуда ну на самом деле воздух сухой это правда и вот девушки которые следят за там кожей реально говорят что он сухой устанавливают такие увлажнители у нас дома всегда прохладно и я такая одетая там свитерочки сижу спускаюсь на улицу там просто жара все в топиках в шордах и такая мысли ощущение того что ты находишься в принципе в городе они в какой-то клетке сидишь или в вакууме есть такое потому что хотя бы слышишь машины ездят моют окна кстати не часто если вы хотите снять апартаменты ради фото с красивым видом стоит подумать возможно пейзаж будет в пятнах и с разводами два раза в год моют окна но если вам хочется чтобы у вас окна были каждый месяц чистыми пожалуйста такая услуга стоит 60 тысяч за окно в этой квартире сколько я живу шесть или пять месяцев ну да пока что ни разу не мыли я не замечала ну такие относительно грязные а как же выбрасывать мусор если ты живешь на каком-нибудь сороковом этаже ну не те же с вонючими мешками среди всех этих людей в прадо и гуччи ну нет нет конечно нет все это вообще запрещено делать один из ресторанов например выносит мусор в приличных чемоданах здесь нет мусоропровода мусор можно спускать только на служебном лифте и мы долго думали как бы это сделать поэстетичнее сейчас мы закупили большие красивые кожаные чемоданы и тележки для перевозки багажа как в гостинице мусор собирают в чемоданы которые раскладывают по тележкам и молодой человек одетый в рубашку и классические брюки спускает его вниз для жильцов мусорные площадки сделали на этажах правда не везде поставили раздельные баки для сортировки по моему мнению не трендово то есть ну просто ненормально когда у тебя квартира стоимостью от 50 миллионов и в гору хотя здесь сейчас недвижимость упала и нету просто раздельных контейнеров для мусора это ненормально несовременно но не отвечает тем нормам общества которые сейчас к ним пришло и созрела комната грязи комната точно наша комната грязи вот вот так она выглядит на самом деле комната очень чистая тут наш кати букетик вот смотрите пожалуйста три контейнера пластик бумага общие отходы но положа руку на сердце мы не разделяем дорустая мы все бросаем в общую здесь какая-то отдельная бутылка мы конечно кинем ее там в пластик или в что-то отдельно бумагу но чаще всего мы все собираем в одну и вот надо помыть руки что ополоснуть что не хочется там не хочется пачкать домашнюю ванну пожалуйста вот тут все есть в парадный лифт нельзя не только мусору но также горничным и курьером для них есть специальный служебный лифт но из-за этого доставка может или сорваться или закончится скандалом есть курьеры которые не хотят подниматься и все и заказ меняется я так взяла свою икру реально наверное три раза заказывал три раза курьер не мог просто нее доставить в элитном жилье ты не можешь прийти там с посылками с коробками с пакетами такая со стремянкой и зайти в парадную в парадный холл для этого есть задней стороны дома отдельный вход и там работают грузовые лифты они очень медленные они вот как в обычном доме на 49 этаж ты поднимаешься там 45 минут ты его еще долго ждешь вот курьеры обычно жалуются да они такие ой а можете внизу забрать многие жители сити называют городом в городе мол тут есть все и даже выезжать никуда не надо или есть рестораны продуктовые магазины фитнес-центр салоны красоты даже стоматология с видом который подкупает даже врачей на самом деле когда пришла сюда увидела этот красивый вид и когда главврач рассказал мне что в этом кабинете на свободно дышится и меня заворожил этот вид и поэтому я здесь и осталась добавляет вид наш шикарный просто вид на город на башни чем ответственнее да ты относишься к лечению качестве своего лечения чем подготовленнее твои ассистенты доктора то естественно и стоимость лечения будет соответствующая по словам татьяна работать здесь приятно не только из-за виды и хорошей зарплаты звездные клиенты в знак благодарности иногда приглашают на концерты и спектакли а на услугах не экономят но бывает что и капризничают очень многие наши пациенты так как они живут здесь и спускаются прям тапочках сюда чуть ли не с чашечкой кофе бывают такие случаи они зачастую вносят прям авансом деньги и наши менеджеры списывают их потихонечку средний чек но от двух с половиной миллионов есть это если мы говорим о эстетической реабилитации то есть пациенты у нас очень известные личности это максирует театра кино с ними очень приятно работать да они требовательные и очень требовательные тут недавно на самом деле приходил один миллионер он просто все всем их всех замучил мало кто из жителей сити готовит дома все предпочитают есть в местных ресторанах и кафе где опять же можно встретить знаменитость или завести какое-то полезное знакомство а если вы работаете в сити то будьте готовы потратиться на бизнес-ланч куда мы идем обедать эрдал это турецкий ресторан кстати я даже была еще года два наверно назад на его открытие то есть я видела еще до красной дорожки которые у него там стоит до открытия веранды их шикарнейший тимати приезжают туда все-все-все звезды до кота которых знаешь мне кажется все там бывают и либо бывали а еще очень люблю в ангеле ангел кейкс есть кафе такое вот и там можно тоже перекусить и очень люблю завтраки у них это обычно на это на все тратишь на допустим один завтрак или один обед у тебя сколько примерно уходит кофе у них рублей 600 по моему стоит да ну полторы тысячи я думаю завтрак обед но где-то на бардале там будет где-то до 3 3 3 500 будет ворта сладкие помидоры угрецкий орех гранат вот здесь если на одну персону 1600 салат из лосося тоже люблю его 2400 вот кокосовый шар из молочного шоколада 1450 у них стоит как-то раз мы утром решили соседями собраться на завтрак и вот долго выбирали где кофемании не было и естественно давайте на веранде турецкий завтрак да в этом ресторане сырные нарезки шикарные стол огромный конечно накрывают нас было наверное не знаю человек может 4 5 это максимум 30 тысяч завтрак обошелся в некоторых башнях и на футкорте афимола можно пообедать и за 500 рублей но придется отстоять очередь в обед здесь очереди по-любому но если ты хочешь схитрить и не хочешь получить очередь в обед иди в дорогой ресторан или в невкусный вот у тебя два выбора или дорогой или невкусный очереди не будет если ты идешь что-то такое среднее в том числе и азбука вкуса то очередь это нормально я с утра когда иду работать всегда захожу брать стакан кофе я могу потратить на эту очередь 15 минут я иногда сам замерял это реально было 15 минут то есть в рамках того что ты бежишь тебе нужно быстрее попасть на работу 15 минут стоять за кофе это жесть кстати в первоначальном проекте никакого афимола не было на этом месте как в нью-йорке хотели разбить парк из вот этого московского центрального парка реализовали но фактически только маленький треугольничек зеленый я на крыше афимола потому что собственно решили что такому месту грех пропадать как на мосту нужно сделать здесь торговлю и торговлю на много этажей вниз в результате возник торговый центр который я все центральное ядро сити и занял вместо парка но ну как-то неудобно же получилось что у нас теперь все застроено и парка нет поэтому чтобы как-то компенсировать это по старой потемкинской традиции лес и парк у нас на стеклах афимола просто напечатали а что же в сети с безопасностью так про дорожное движение я уже рассказал еще во время строительства в небоскребах было как минимум пять возгораний так что теперь за пожарной безопасностью тут вроде бы как тоже следят мы как-то с женой лежим спим и тут срабатывает сигнализация срочно покинуть помещение срочно покинуть помещение и я стою в трусах выбегаю быстрее в коридор спускаюсь вниз а мне на рецепшене просто говорят то что сушь не переживай у нас такое часто бывает просто у нас есть ресторан здесь на этаже вот его можно видеть дал вот выделен вот этот ресторан кальянная и из-за того что там бывает задымление включают ночью ведь все штусуются вампиры ночью и соответственно вот срабатывает вот эта сигнализация и когда это на фоне вот с этими своего ощущения тебе ну ракетов соседние окку окошку куда-то пролетела и ты в таком кипише выбегаешь даже документы не берешь трусах как это было у меня попасть в башню можно только по карточкам если вы гость без паспорта или сопровождающего вас просто не пустят а еще местные охранники пристально следят чтобы вы не сняли ничего лишнего короче такая у них жесткая политика потому что всякие чиновники топовые живут лучше отойти вот туда иначе сейчас там будет мозги здесь перед входом чтобы ты понимал тут живет там короче топовые чиновники звезды могу даже назвать кто самый топ это вы пишете уже лучше не буду говни территория тик 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 у нас по шту камеры сейчас вас заметят итоге гбр вызовут это закону российской федерации что-нибудь закону российской федерации не нужно шлями это реглами реглами а можно на айфон на телефон можно но на профессиональную камеру не нужно было согласовывать с ресторане ресторане да мы договорились да есть разрешение чтобы принимать на улице приду дальше компания все поняла но как известно все эти меры бессмысленны против дронов беспилотники атаковали сити уже дважды первый раз пострадало зданием где находится сразу три министерства минкомсвязи минпромторг и минэкономразвития последнее перевело своих сотрудников на удаленную работу многие последовали примеру чиновников вопрос во времени когда будут дневные атаки беспилотников на сити и я просто не хочу чтобы мои сотрудники имели шанс или возможность оказаться калеками или или вообще летальный исход поэтому я их отсюда убрал кто-то из жильцов после происшествия уезжал на пару дней а кто-то съехал совсем но большинство продолжает наслаждаться видами из окна в надежде что в него ничего не прилетит жилые апартаменты не бомбят бомбят конкретную башню там одну парковочную до другую офисную так там есть апартаменты но никого не трогают когда дроны прилетали к нам очень многие пациенты отменялись потому что боялись сюда приезжать вот раз за разом пациентов на нас меньше но мы их успокаивали что безопасность все-таки хорошая до 46 этажа не знаю долетят они эти дроны или нет пока летают роде низко первых дроны они снесут только один скажем так один этаж они это но это не башня в бизнесе они не упадут и все вот это первое второе башни принципе много второе то что именно в мой этаж тоже маленькая вероятность чате жителей начинается паника когда взрыв кто не спит потому что башни прям даже трясутся я в один из во второй взрыв я проснулась и действительно прямо даже немножко потряхивает башню кто-то убегает на парковки подземные там сразу начинается паника но люди просто разные это как бы степень реакции человека на стресс все делают по-разному я обычно очень спокойно реагирую но и без дронов к зиме апартаменты в сити часто пустеют так как блогеры инфо-цыгане уезжают на зимовку в теплые страны ну или же просто отдохнуть от этого бешеного ритма и тусовок зимой как будто бы ну смотришь на все эти виды и понимаешь что как-то тоскливы стало как будто бы уюта нет и хочется немножко приземлиться до то ощущение камина такой вот кресле качалки поваляться посидеть и как будто бы ну совсем другая энергетика а в сити вот именно такое холодное время года зимой когда туман эти вот снежные хлопья летят ощущение что как-то не очень нужно выезжать за город реально вот раз наверное месяца в три надо уезжать я только что вот ездила с младшим ребенком в турцию я там кайфанула и я кайфанула вернуться то есть уезжать и приезжать некоторые на выходные уезжают там на глэмпинг на кемпинг куда-то там не знаю к бабушке на дачу это идеально для контраста конечно самих деловых центрах ничего плохого нет если они сделаны качественно как например в лондоне или сингапуре а москва сити отлично подходит чтобы пускать пыль в глаза это такой аквариус параллельным импортом мнимой безопасностью и рилсами вместо настоящей жизни да возможно для кого-то это красиво но долго ли можно прожить среди декораций думаю нет а строительство москва сити еще не окончено этот монстр будет дальше разрастаться вширь и ввысь пожирая пространство вокруг себя